Больше 3200 доз новой вакцины получили только в 3-й Барнаульской горбольнице. Эпивак Корона производства новосибирского центра «Вектор» привлекла барнаульцев. Врачи подтверждают, приходит много желающих поставить себе именно эпивак Корону. Хотя главврач видит преимущество переспутникам только для медиков. Действия у них одно и то же. Разница только больше для нас, для медицинских работников. Эпивак Корона новосибирская хранится в обычном холодильнике медицинском. От минус 2 до минус 8 градусов. В то время как «Спутник В» нужно хранить в замороженном виде как минимум минус 21 и выше градусов. Это хорошая новость. Как нам сказали специалисты, вакцина очень удобна в хранении. Значит, скоро поедет во все отдаленные районы и попадет даже в выездные прививочные кабинеты. Есть и плохая. Людям с онкологией эпивак Корона не подойдет. В этой вакцине, которой эпивак Корона, не рекомендуется ее вводить лицам, которые имеют онкологические заболевания и злокачественные заболевания онкологической крови. Поэтому здесь нужно быть очень и очень осторожным. Некоторые ученые и врачи и вовсе выступают с критикой новосибирской вакцины и приводят аргументы. К примеру, если «Спутник» уже получил международное признание, то почему до сих пор нет внятной научной статьи о результатах исследований вакцины эпивак Корона в независимых международных журналах? Или почему наличие антител после вакцинации определяется лишь тест-системами, разработанными самим же центром Вектор, то есть разработчиком эпивак Короны? Основная претензия так и не ясна, на каких именно пептидах все-таки в итоге сделаны эпивак Короны. Не ясно, почему антитела выявляются только тест-системой, сделанной Вектором, и больше никакими другими. И почему в гражданском исследовании сероконверсия около 70%, ну 71 где-то, а в статье заявляется сотни. В интернете можно найти открытое письмо, которое участники третьей фазы клинических испытаний и гражданской вакцинации написали главе Федерального Минздрава. В нем эффективность эпивак Короны поставлена под сомнение, но мы лишь приводим данные. А выбор, какой вакциной прививаться, каждый вправе сделать самостоятельно, разумеется, при учете рекомендаций врача. Андрей Дреер, Дмитрий Денисов. День с толком.